МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 мая мы отдаем дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценой своей жизни спасли мир от фашизма. Среди них и 600 тысяч азербайджанцев. Больше половины из них с войны не вернулись. За проявленную отвагу больше 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Более 170 тысяч награждены различными орденами и медалями. Ежегодно в этот день президент Ильхам Алиев посещает могилу дважды Героя Советского Союза Азии Асланова. Глава государства и первая леди возложили к памятнику венок. Мы глубоко чтим память тех, кто внес вклад в победу как на поле боя, так и в тылу. В этом году азербайджанский народ впервые отмечает победу над фашизмом в 1941-1945 годах с двойным чувством гордости, наряду с радостью Великой Победы, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость восторжествовала. Азербайджан спустя почти 30 лет восстановил свою территориальную целостность. Наши герои никогда не будут забыты. Память о них навсегда в наших сердцах. Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающее значение в победе во Второй мировой войне представляла и азербайджанская нефть. Итак, о Великой Победе и о вкладе нашей страны в ее достижения мы поговорим с председателем Русской общины Азербайджана, депутатом парламента Михаилом Забелиным. Михаил Юрьевич, здравствуйте, с праздником вас! Здравствуйте, с праздником вас тоже! Спасибо большое! Итак, Вторая мировая война – это наша славная история. И несмотря на то, что прошло уже 76 лет, мы все о ней помним и не забываем. Почему сегодня так важно помнить? Почему она не утрачивает своего значения? Ну, наши молодые люди наверняка не помнят, но мы, наверное, и вы тоже помните, тот момент, когда в Азербайджане во главе республики стали силы, которые фактически свели на нет усилия Азербайджана, азербайджанского народа во Второй мировой номере. С приходом Гейдара Лича, кстати, мы будем отмечать 98-летнему, с приходом Гейдара Лича в классе все поменялось. И если вы не забыли, дорогие праздники, дорогие каждому жителю Азербайджана вернулись на свои места. Да, 9 мая снова было праздничным днем, нерабочим. Да, и 9 мая – это один из важнейших праздников нашего азербайджанского народа. Идар Лич неоднократно выступал по этому вопросу, говорил о роли Азербайджана во Второй мировой войне, о роли нашего народа. Он всегда подчеркивал, что наши воины, участвующие во Второй мировой войне против фашизма, проявили героизм, самоотверженность. И как мы можем забыть тех людей, тех наших отцов, матерей, которые внесли существенный вклад, значимый вклад в победу во Второй мировой войне над фашизмом. Вы знаете, это забыть невозможно. Я часто, ну, когда у нас не было этого карантина, пандемии, мы посещали воинские захоронения, мемориальные кладбища и видели действительно людей, пожилых людей с сединой, которые, на глазах которых были слезы. Я уверен, что их дети, их внуки, они были воспитаны за все эти годы своей жизни, были воспитаны именно на примере своих отцов, своих дедов и матерей в том числе. Действительно, это была самая жестокая война за последнее время, за последний век, может быть, двух век. Это была действительно самая ожесточенная битва за справедливость, за противодействие тем фашистским, нацистским устремлениям, которые проявила тогда Германия, ну, и некоторые страны, примкнувшие к нему. И вот эта антифашистская коалиция других стран, таких как Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия и другие, конечно, были подвержены вот этой идее уничтожения тех фашистских, нацистских устремлений, которые хотела распространить тогдашняя Германия во всем мире. Вы отметили, и Ейдар Альич в своих выступлениях неоднократно говорил, уже будучи президентом Азербайджана, говорил, что более 600 тысяч наших сынов, дочерей ушли, многие из них добровольцами на фронт, более 300 тысяч погибли, многие награждены орденами, медалями, многие получили звание Героя Советского Союза. Как мы можем забыть этот подвиг азербайджанского народа? Я уже не говорю о том, что в тылу наши женщины проявили тоже героизм на заводах, фабриках, когда изготавливали боеприпасы. Наши нефтяники проявили поистине героические усилия для того, чтобы снабжать нефть и поставлять топливо для наших танков, механизмов и так далее. Я могу привести один пример. Вот Гейдар Альич это тоже подчеркивал. Тогда, вы знаете, у нас есть такой соотечественник, Николай Байбаков, он тогда как раз-таки из-за того, что фактически Азербайджан был отрезан, блокирован. И Баку, это была основная цель фашистской Германии по захвату Баку для того, чтобы завладеть вот этими нефтяными месторождениями скважин. И провести нефть по вагонам, вагонами по железной дороге не представляло возможности. Так вот, наполняли цистерны нефти и переправляли их через каску на другую сторону, а потом уже сухопытным путем доставляли до нефтеперерабатывающих заводов. Это был неимоверный героизм и правильное решение этого вопроса. 70% нашей нефти было использовано в годы этой Второй мировой войны. Поэтому, конечно, подвиг нашего народа беспримерный. Вы прекрасно знаете, что Ильхам Гейдар Ильич Алиев, наш нынешний президент, продолжая политику, и не только продолжая политику, Гейдар Ильич Алиев, он фактически так же, как и Гейдар Ильич. Ведь все их действия были подвержены на благо народа. Михаил Юрьевич, как решаются, вот как раз Вы коснулись уже этого вопроса, как решаются социальные вопросы ветеранов Второй мировой войны в Азербайджане? Вы знаете, наверное, что, к сожалению, ветераны войны постепенно уходят из жизни. Да. Это многим, кому исполнилось уже 90 лет, они еще кто-то жив. Вот недавно скончалась тоже ветеран войны, которая была, ей уже было за 90, она была участницей парада Победы в Москве в 45-м году. Вот она тоже ушла из жизни. Конечно, их осталось очень мало. Но если мы вспомним, опять-таки, те годы до пандемии, до карантина, это два года, там, у нас три, четыре, и так далее, вы, наверное, помните, что Ильхан Гейдарович принимал участие в возложении как памятника. И там же он встречался с ветеранами войны, те, кто мог прийти, они сидели на студиях, он проходил мимо них и с каждым здоровался, с каждым общался, к каждому высказывал свое уважение, признательность и интересовался их жизнью. Это замечательная черта нашего президента. Я вам скажу, что ежегодно президент из фонда выделяет материальную помощь ветеранам войны. помимо одноразовой помощи ветераны войны получают и соответствующую стипендию, пособие. Поэтому все ветераны войны были обеспечены квартирами, все без исключения. Поэтому я думаю, что вот это уважительное отношение нашего президента, нашего народа к тем людям, которые отдали свою жизнь или кто остался жив, безусловно, оно очень важно для этих людей. Михаил Юрьевич, вот на фоне того, что вот и сейчас подчеркнули, сказали, значимость победы, вклад Азербайджана и других бывших советских республик, не могу не коснуться темы героизации фашизма уже сейчас, то, что мы видим, наблюдаем в последние годы. И, конечно же, ближайший наш сосед в регионе, Армения, поставила памятник Горегину Унжде в 2016 году с участием властей этой страны. В России они пытались в Армавире героизировать нацистского пособника. Что сегодня, мы об этом много говорим, но что сегодня конкретно нужно сделать, чтобы мы к этой теме больше не возвращались? Вы знаете, я хочу вам зачитать коротко выступление нашего президента Игоря Алиева. Вот что он сказал. История Второй мировой войны также свидетельствует о том, что политика и идеология, основывающаяся на насилии, оккупации и агрессии, опирающиеся на ненависть и вражду к другим народам, в конечном счете обречены на поражение и гибель. Наш народ, познавший и сегодня ощущающий на себе все тяготы и лишения войны, решительно выступает против кровавых конфликтов. Так вот, задумайтесь вот то, что он сказал о том, что все политики, которые основываются на насилии, оккупации, агрессии, на фашизме, она обречена на провал. И то, что... И вредит прежде всего им самим. Им самим. Такой народ обречен на провал и потому, что отрицая вот эту, вернее, питывая свою кровь, и передавая по наследству вот эту идеологию нацизма, фашизма и так далее, они остаются в меньшинстве, будем так говорить. Посмотрите, насколько сократилось население Армении. те люди, которые недовольны этой политикой, политикой нацизма, отречения или принижения роли другой нации в своей стране, они, конечно, опустошены. Основное население Армении, которое не принимает вот эту позицию, эту идеологию фашизма, они не уезжают. Поэтому и фактически Армения стала мононациональной республикой. Ну, а что говорить, если у них в крови непризнание, так сказать, другой национальности, людей другой национальности. Конечно, единственное, кто у них может быть символом, так сказать, вот этого нацизма, это Гориген Нижде. Об этом мы говорили уже неоднократно, и у меня была статья в комсомольской правде в свое время, или 5-6 тому назад. Армения, она очень часто совершает поступки, которые наносят вред самой Армении и самому армянскому народу. Ведь что стоило раньше освободить территорию, вывести свои оккупационные войска, не пролилась бы кровь, ни наша, ни их, ни кровь. Люди бы, молодые люди, остались бы живы, о чем всегда убеждал наш президент республика, но вот эта ненависть к другим нациям, ненависть ко всему нормальному, человеческому, затмила их глаза, и, к сожалению, они получили то, что получили. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое, будем надеяться на то, что памятник Нижде в Ереване стоит, это понятно, это внутреннее дело Армении, но хотя бы на территории других стран мы сделать им это не позволим. Это будет оскорблением памяти миллионов погибших во Второй мировой войне. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. С праздником. С праздником еще раз всего доброго. Сегодня со дня победы во Второй мировой войне исполнилось 76 лет. Говорили мы об этом с председателем Русской общины Азербайджана, депутатом парламента Михаилом Забелиным. Память погибших в те страшные годы почтили в различных уголках нашей страны. В этом году, как и в предыдущие, в Азербайджане прошли мероприятия по случаю 9 мая, в том числе и в Шуше. Субтитры подогнал «Симон» Главный военный парад в честь 76-й годовщины победы состоялся в Москве с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. После выступления президента России Владимира Путина и минуты молчания началось торжественное шествие войск. Затем по Красной площади прошла военная техника. В этом году особенностью авиационного парада стал пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении Су-35С. А в завершении салют. Новый импульс в отношениях Азербайджана и Грузии. Баку на этой неделе с официальным визитом посетил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Стороны намерены увеличить товарооборот, привлечь новые инвестиции, реализовать различные совместные проекты. Итоги визита мы обсудим с грузинским политологом Симоном Кападзе. Господин Кападзе, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что нашли для нас время. Прежде чем мы перейдем к вопросам, предлагаю послушать основные аспекты со встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Без сильного партнерства между нашими странами, реализация совместных энергетических и транспортных проектов была бы невозможна. Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии. Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний и уверен, что это произойдет. Вновь встретиться с вами в Баку большая радость и честь. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси. Судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Это наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взаимосвязаны. Мы решительно настроены на продолжение и совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братства. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас посетить Тбилиси в любое удобное для вас время. Итак, как верно было отмечено, мы не только соседи. Азербайджан и Грузия это стратегические партнеры, союзники. Мы активно сотрудничаем в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. В рамках нынешнего визита грузинской делегации в Баку обсуждались различные вопросы, в том числе торгово-экономический и культурно-гуманитарный. И несмотря на то, что с прошлого года уже во всем мире бушует пандемия коронавируса, в прошлом году товарооборот между нашими странами составил, превысил даже 500 миллионов долларов. Конечно, это меньше, чем в 2019 году, но тем не менее. О чем говорит эта цифра и что для Грузии значит Азербайджан? Да, значит, назначим с того, что этот очень важный увидеть. Это очень самое интересное, что особенность этого визита, что он состоялся, как только наш премьер-министр занял официальный визит за Азербайджан. Азербайджан для Грузии и Грузия для Азербайджана это не только как вы отметили соседи, не только геополитические, геостратегические партнеры. Это два брата воина, которые защищают западные и восточные ворота и прикрываются к нему другу. Грузия и Азербайджан это хребет Кавказа. От наших отношений зависит вся судьба свободного Кавказа, особенно Южного Кавказа. И то, что мы развиваем наши отношения культурно, экономически, торговые это наглядный пример добрососедских отношений, дружеских отношений, братских отношений. Это очень главное. Потому что в наших отношениях наши такие теплые отношения не всем устраивают. У нас есть очень такие коварные соседи, которые спят и видят, чтобы бить в клин наши отношения. И разные путями пятой колонны они пытаются что-то помещать, чтобы эти проблемы возникли, чтобы делают разные всякие конфигурации, чтобы как-то изменить все в худшую сторону. Как раз вы коснулись темы коварных соседей. Тут я хочу сразу задать следующий вопрос. Начнем с того, что Грузия и Азербайджан взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга. На международных площадках мы сотрудничаем в ряде международных организаций и всегда поддерживаем друг друга. И во время Второй Карабахской войны Азербайджан высоко ценит поддержку Грузии. Сейчас в регионе сложились новые реалии. Карабах наконец-то освобожден. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Но в Армении этот факт принять отказываются. там по-прежнему реваншистские силы говорят о том, что нужно снова начать войну. Каким образом это тоже непонятно, на что рассчитывают. И на фоне визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Азербайджан в армянских политических кругах выражают недовольство. Почему первый официальный визит совершен именно в Азербайджан, а не в Армению? Ваше мнение об этом? Знаете, начнем с того, как вы отметили, что Азербайджан всегда поддерживал территоральную целостность Грузии во всех международных форумах. Они однозначно поддерживали наши требования, которые касались по беженцам, по всяким вопросам. То, что я могу сказать о нашем южном соседе, они никогда не поддерживали нас в международных форумах, даже в ООН, они никогда те резолюции, которые были приняты в ООН, по касанию беженцев, они всегда голосовали против. У них очень такие коварные планы. Вы знаете, у них было два проекта, один был Арцах, который переименовали Карабах, и они разрабатывали второй вариант, это Джавах, который касается нашей искусственной форумы, русский территория, Джавах, они почему-то их называют Джавах, и читают, что каким-то образом оно связано с Арменией. Там армяне появились в 1828 году, когда Паскевич и вихтерил их Карабах и знаем всю эту историю хорошо знаем. А то, что касается их протестов, они протестуют против всего, да, потому что они даже протестовали против, тогда, когда шла активная фаза войны, что почему не пропускаем войны, грузы, да, ну, это, как говорится, мы помним этот момент, и Азербайджан высоко оценил позицию Грузии. И закрыли, даже воздух закрыли до военных перевозов. Так что, знаете, друзья познаются везде, мы хорошо помним ту поддержку Азербайджана в 2008 году, господин Кападзе, последний мой вопрос, он будет касаться экономических связей, они у нас масштабные, и бесспорно это говорит о высоком уровне взаимного доверия. Баку-Табилиси Джейхан, Южный газовый коридор, Баку-Табилиси Карс, Баку-Табилиси Эрзурум, и по итогам встреч в Баку было решено, что стороны должны активизировать работу в плане инвестиций, а это особенно важно сейчас, когда наступит постпандемический период. Ваша оценка все-таки прошедших переговоров, в каких областях нашим странам нужно усилить связи? По всем направлениям, по всем направлениям, я ведь подключил еще и научные, образовательные, там у вас сейчас президент, ваш президент Касанин Алдеев создал фонд возрождения Казабаха, и в этой стороне люди тоже могли подключиться, как своими строительные, восстановительные работы, восстановление исторических памятников, поэтому просто мы определенные хорошие традиции, могли бы поддержать и подключиться к этим вопросам. Еще культурные связи, у нас очень интересная общая история, как-то мы должны давить для молодой поколения те исторические факты, которые в советское время умалкивались, и чтобы наша молодежь узнала реальную историю, которая нас связывает и объединяет. спасибо вам большое, что нашли для нас время за подробные комментарии. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Напомню, Азербайджан на этой неделе посетила делегация из Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Это первый официальный визит главы грузинского правительства после избрания его на пост. Итоги переговоров в Баку нам комментировал политолог из Тебелиси Симон Кападзе. Между тем, Азербайджан это не только Баку и Тебелиси, но и практически все регионы обеих стран. Еще больше сблизить грузинские и азербайджанские народы позволят также проекты, реализуемые в культурной и гуманитарной сферах. В ближайшее время пройдут Дни культуры Азербайджана в Грузии и Дни Грузии в нашей республике. Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Для нас это большая радость. Еще год назад в мае мы говорили об очередной годовщине со дня оккупации города армянскими войсками. Но благодаря решительной победе нашей армии историческая справедливость восторжествовала и 8 ноября 2020 года город был освобожден от оккупации. Сейчас сердце Карабаха один из важных центров историко-культурной общественно-политической жизни Азербайджана на пути к возрождению. Тему продолжим с народным артистом Советского Союза ректором Бакинской музыкальной академии имени Узиера Гаджибили профессором Фархадом Бадалбили. Фархад Малим, здравствуйте и поздравляю вас для нас это действительно значимое событие. Итак, президент Азербайджана уже в январе говорил о том, что Шуша будет объявлена культурной столицей Азербайджана. Первый спецпредставитель президента на освобожденных землях также был назначен Шушинский район. И вот теперь соответствующее распоряжение. Значимость принятого президентом решения. Я думаю, это исторический документ имеющий большое историческое значение. Ну, в первую очередь конечно, для шушинцев, для карабахцев, но и для всех жителей Азербайджана, независимо от национальности, потому что Азербайджан мультикультарная, мультикультаристская политика ведется в Азербайджане. За Карабах сражались и евреи, и русские, и талыши, и лезгины, и грузины. Поэтому это общая победа всех жителей Азербайджана, тех патриотов Азербайджана, которые подарили нам эту победу. Мы снова вспоминаем шахидов наших. Аллаху документа, то шуша, она как бы подтвердила такой, знаете, бренд шуши, который всегда был связан с культурой. На протяжении 200-300 лет этот город, он не был сельскохозяйственным, он не был промышленным, он был городом, может быть, мастеров, я бы так сказал. Мастеров ковра, мастеров музыкальных инструментов, мастеров коневодов, которые выращивали коней. То есть, это был специфический, я бы сказал, элитарный город. Тогда в Царской России, потом в Советском Союзе, а теперь в независимом нашем Азербайджане. И если я перечислю всех великих людей, которые родились в Шуше, наша передача очень затянется. Ну, самые такие великие имена Ахайсу Хоршутбану, Анатаван, великая ханская дочка и поэтесса, красотой которой был пленен сам Александр Дюма, с которым она играла в шахматы. Представляете, в прошлом веке Шуша была такой город, куда заезжал даже французский писатель Дюма и был в восторге от Шуши. Узер Гаджибейли, наш профессиональный, музыка связана с его именем, он основатель нашей композиторской школы, автор первой оперы на Востоке, Лели Межнон, а впоследствии фактически создатель нашей тогда консерватории, а сейчас Бакинской музыкальной академии. Она будет в 100-летие с праздновать в этом году, так что у нас сколько праздников. Я думаю, что летим 18 сентября, в его день рождения, конечно будем справлять в Шуши, потому что это и подчеркнет значение Шуши как культурной столицы, и это справедливо, потому что там родились и великие наши композиторы, кроме Узер Гаджибекова, Ниязи, Фикрет Амиров, Афрася Бадалбили, дядя мой автор первого национального балета «Девича башня», Сулейман Алискеров, Васиф Адугезалов, Ашраф Аббаса. Видите, созвездие композиторов, музыкантов, исполнителей. Поэтому Шуша, я думаю, где еще в конце 80-х годов, тогда Пол Адбюль-Бюль Оглы организовал замечательный фестиваль Хары Бюль-Бюль. Да, мы его возродим. Да, сейчас мы его возродим. Там будут дни поэзии Вагифа. Уже отреставрирован замечательный памятник, где покоится могила у Агифа, она была варварски уничтожена, к сожалению, армянскими фашистами в годы оккупации. И ничего не было там построено. Вот они столько говорят Шуша, Шуша, Шуша. Даже изменили Шуши, вдруг придумали какое-то совершенно психопатическое. Но при этом все разрушили. Все разрушали, ничего не осталось от них. Поэтому я вам должен сказать, что этот документ, он как бы юридически зафиксирует то, что Шуша заслужило в течение многих столетий фактически уже. Вы верно абсолютно отметили, что армянские фашисты, армянские войска все там разрушили. Сейчас в Шуша идут восстановительные работы, идут полным ходом. Скоро город преобразится. Но давайте вспомним, каким был город в советское время, что с ним стало в период оккупации, и каким мы надеемся увидеть его в скором будущем. В советское время я вам скажу, что он был симпатичный, милый город. Правда, его очень испортили хрущевки. Тогда начали массово строить здания, чтобы максимально увеличивать население, но не соблюдалось никакой архитектуры, специфики Шуши. Знаете, представляете, в Ичарь-Шаре у нас будут строить пятиэтажные хрущевки. Можете себе представить, это уродство. И, к сожалению, тогда Шуша была достаточно серьезно испорчена. Не из проста уважаемый господин президент отметил, что здания, которые никак не вмещаются в стиль Шуши, они будут, конечно, их снесут, а на их месте уже будет совершенно другой. Вот этот стиль древности и современности, это очень хорошо у нас сделано в Ичарь-Шаре. Я надеюсь, так и будет в Шуше, где древность и современность будут одинаково сплетены в одну гармонию, чтобы друг другу не мешать. Может быть, там даже будут суперсовременные здания, кто знает. Может быть, сейчас многие и японские архитекторы, и американские, и французские, я думаю, сейчас у них может даже будет объявлен конкурс. А почему нет? международный конкурс на то, какая должна быть Шуше, например. Это же очень интересно. Да, да, да. Тем более, Шуше знают еще и советские люди хорошо знали, а сейчас, тем более, после уникальной операции. Наверное, будет городом-музеем, я так думаю. Мелкие лавочки, где ковры, где шапки делают, где музыкальные инструменты делают. Никаких вот таких огромных безликих зданий не должно быть. Все в стиле Шуше, немножко вот такой хорошем, в хорошем смысле древность, чтобы она оставалась вот эти все 17 мегаля, которые были. Ну, там мне трудно представляется, асфальт. Наверное, будет уложен. У нас даже сейчас прекрасно есть примеры, как мы делаем в Балаханах реставрацию. Вы обратили внимание, да? Ну, совершенно по-другому смотрятся Балаханы. Сейчас приступили к першагам. То есть, у нас уже, у наших архитекторов, я не хочу умолять их достоинству, они очень сильные у нас ребята есть и очень прекрасно могут делать. Я думаю, что они, наверное, сделают Шуше одним из красивейших городов. А Шуше узнали в том числе, даже кто не знал и кто следил за второй Карабахской войной, после операции, уникальной операции доблестной азербайджанской армии. Все об этом говорили, все об этом писали. И вы часто говорили о том, что на мероприятиях, я читала, вы тоже об этом говорили, что дай бог, следующее мероприятие, да, проведем в Шуше, через год увидимся в Шуше. Мы всегда говорили. Постоянно повторяли это. И вот все свершилось. Были скептики, которые даже иногда мне говорили, да, брось, хватит, никогда мы не увидим Шуше. Были такие. Пессимисты всегда есть. Ну, да. Ну, вот, сегодня я хотел бы посмотреть на них. Сегодня они смогут посмотреть на вас. Да, да, да. Потому что, знаете, много гастролируешь по миру и всегда где-то встречаешь представителей нашей соседской национальности, которые всегда с такой подковырочкой смотрели на меня, а у меня голова была опущена, потому что 20% моей территории была оккупирована. Шуша была в руках врага. А вот теперь я с удовольствием буду ездить и с ними обсуждать уже, как будет культурно развиваться Шуша уже в нашем стиле, исконно азербайджанском. И это величайшая победа. Величайшая. Военную операцию Шуши, вы правильно отметили, ее будут изучать в военных университетах и институтах. Потому что, когда вы вот, вы на Дедердюзе не были еще, да? Нет, еще. Ну, вы совсем... Думал, теперь уже успею. Да. Когда вы посмотрите вниз, там до Шалты расположены, поражаешься, как по этой ответственной скале люди поднимались. Я видела на кадрах, когда президент там выходился. Да, да, да. Причем с легким, таким, автоматами, наметы, они же пушки не могли с тобой. Да. И вот так они ворвали Шушу, практически, в рукопашную их не ждал враг там. Герои. Герои вечной им памяти. Да, вечной им память. Фархат, наверное, мой последний вопрос. В принципе, вы уже коснулись предстоящих мероприятий в Шуши. Да. Вот как идет подготовка, если можно... Подготовка идет достаточно активно, и Министерство культуры, фонд Кейдара Алиева этим занимается. Это не так просто сейчас. Там же все-таки инфраструктура еще не такая, как Габеля, скажем, где мы проводим фестивали, где 5-6 пятизвездочных отелей. Но все равно с чего-то надо начинать. Ничего. Будем в стесненных обстоятельствах, готовы. Ничего. Жить и в общежитиях, лишь бы выступить на джидер-дюзе. Поэтому там, я думаю, во-первых, конечно, фестиваль Хар-Бюль-Бюль, это обязательно. Дни поэзии обязательно. И, конечно, дни Узербека Гаджибекова, фестиваль Узербека Гаджибели, который проходит и в Баку, и в Шуши. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе, что вы нашли для нас время. Спасибо. Всегда. Готовы. CBS, наш любимый канал. Спасибо вам. Напомню, Шуша официально объявлена культурной столицей нашей страны. Эту тему мы обсудили с народным артистом Советского Союза, ректором Бакинской музыкальной академии имени Узира Гаджибели, профессором Фархадом Бадалбили. Говоря о Шуше, мы всегда вспоминаем Альберта Агарунова. О нем знает не только в нашей стране, но и в Израиле. Как и многие отважные сыны Азербайджана, он пал в боях за территориальную целостность страны. Это случилось во время Первой Карабахской войны. Последний бой Альберта был 8 мая 1992 года. Со дня гибели героя прошло уже 29 лет. Азербайджанцы и евреи почтили память Альберта Агарунова, отважного танкиста, погибшего в боях за Шушу 8 мая 1992 года, от пули армянского снайпера. Именно тогда армянская армия оккупировала древний азербайджанский город. Звание национального героя Азербайджана 23-летний Альберт был удостоен посмертно. Он похоронен в аллее героев на горном парке в Баку. Здесь ежегодно в день рождения и в день гибели Агарунова собираются его сослуживцы, друзья, представители еврейской общественности, приезжают из Израиля и брат героя. Сегодня полгода, как Шуша у нас. Мой брат воевал, Альберт, за родину. Мы здесь родились, это наша родина. И мы все были готовы воевать. Вот земли взяли, сейчас мы не считаем, что Альберт погиб. У него душа видит все. Азербайджанская армия отомстила за всех наших шаидов. Я хочу, чтобы быть опять в Шуша с этими экипажами. Но в этом экипаже нет Альберта, но Альберт здесь. Альберт не только в Маймсеце, Альберт везде. Операция доблестной азербайджанской армии по освобождению города Шуша была уникальной. Ее без сомнений будут преподавать в мировых военных университетах. В современную историю Азербайджана золотыми буквами вписана славная дата. 8 ноября – День Победы в Отечественной войне Азербайджана. Когда Родина позвала, он явился, добровольно явился и пошел защищать без лишнего, как говорится, даже задумки, потому что это то место, которое он должен был быть. Мы надеемся, что на земле Азербайджана всех вообще будет больше мира и что нам не придется, чтобы вот эти имена, которые сегодня мы видим здесь, чтобы это были последние имена, и что мы с года в год чли только эти имена. Я родился здесь, я живу на этой земле. Так Альберт Агарунов ответил на вопрос одного из журналистов о своем добровольном участии в войне незадолго до гибели. Память о героях незабвенна. Их имена навсегда вписаны в историю Азербайджана. Михаил Алтухов, Руфат Олегперов, Си-Би-Си. Сегодня наши земли освобождены, но они практически полностью разрушены и заминированы. Так поступила армянская армия с той целью, чтобы в случае деоккупации территории там гибли люди. Каждую неделю на эти земли в ту часть, где находиться безопасно, совершают визиты делегаций из разных стран. Посетил Агдам и депутат Российской Госдумы Дмитрий Савельев. Увидев то, что стало с городом, он подчеркнул, оккупанты эти земли изуродовали. Там ничего не осталось. Это чудовищно, это действительно вандалы, это не люди. Спокойно об этом говорить совершенно невозможно, эмоции захлестывают. То, что сделано, это забыть и простить нельзя. Это страшно, по-настоящему страшно. И мировая общественность должна об этом знать. Возвращение в Россию я буду широко свещать, рассказывать и коллегам-парламентариям, и СМИ, и общественности, то, что я увидел. Постконфликтный период и его проблемы говорили об этом на этой неделе в Ереване в ходе двухдневного визита Сергея Лаврова. Армянская сторона, естественно, воспользовалась визитом российского министра и вновь подняла тему так называемых армянских военнопленных в Азербайджане. Напомню, что в Ереване так называют диверсантов, проникших на территорию нашей страны уже после подписанного в ноябре трехстороннего заявления по Карабаху. И потому пленными они никак считаться не могут. Но, несмотря на это, Баку сделал гуманный шаг и вернул в Армению троих военнослужащих этой страны. Тему продолжим с российским экспертом, кандидатом философских наук Павлом Клочковым. Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад нашей встрече. Спасибо. Взаимно. Как мы подведем итоги визита Сергея Лаврова в Армению? Мы знаем, что состоялась его встреча с армянским коллегой Арой Айвазяном, затем с Николом Пашиняном. Ереван и Москва готовы предпринимать шаги для активизации экономических связей, заявили в Ереване. Пашинян даже подчеркнул, что за последние месяцы отношения Армении и России заметно укрепились. В этой связи, казалось бы, Еревану стоит сказать большое спасибо азербайджанской стороне. Ваше мнение. Почему раньше Армению не заботили отношения с Россией? Ну, тут говорят, пока там петух не клюнет, да, мужик не перекрестится или как там и гроза не грянет, как-то смешало две поговорки там, да, или жареный петух клюнет. Конечно, попав в довольно бедственное положение, Армения вынуждена опираться на то, что позволяет, ситуация, на что опереться. Это, конечно, никакие не, там, так сказать, западная помощь, поддержка которой, уверенно, не дождались и не дождутся, никакая-то могущественная там диаспора в каких-то дальних странах. А это четко понимаемо, что без России Армении, в общем-то, даже очень сложно будет выживать. И в очередной раз жизнь, сама, как сказать, судьба, геополитическая судьба, если можно так сказать, ну, показала, что это так. Я думаю, что главной целью визита министра иностранных дел России, Лаврова, было наладить мирную жизнь в регионе, обеспечить безопасность за Кавказе. И здесь я довольно внимательно следил за ходом этого визита, за пресс-конференцией. И залогом такой безопасности в реальной ситуации, в реальной политике является, конечно, эффективное функционирование 102-й российской военной базы, погрануправления ФСБ России по Армении, российской, миротворческий контингент. И от того, как Россия ведет себя, насколько мудра эта политика, я думаю, зависит, и то, как будет налажаться мирная жизнь, и то, как будет, насколько безопасна она станет для всех. Здесь важно то, что по нескольким направлениям прошел прорыв действительно в сотрудничестве двух стран. То есть для меня особенно было интересно вопрос обеспечения биологической безопасности. Да, подписали. Я несколько раз выступал в средствах массовой информации по поводу вот этих всех довольно странных лабораторий, которые располагались на территории Армении, в том числе в азербайджанских СМИ выступал. И я там четко говорил, что есть те там лаборатории, которые открыты, да, и которые можно посмотреть. В то же время есть подпольные лаборатории, которые не показывали, по крайней мере, раньше обществу, другим наблюдателям, по которым есть вопросы. И очень важно продвинуться дальше в этом направлении, особенно сейчас, когда вы видите, насколько стало опасно в связи с этими вирусами, пандемической ситуацией. Это уже вопрос даже не региональный, а может быть и мировой безопасности, наличие таких странных, опасных лабораторий, я бы сказал. Ну и как налаживать мирную жизнь? Прежде всего, там звучали мысли о разблокировании транспортных, экономических связей. и здесь важно делать акцент на практической реализации заявлений от 9 ноября 2020 года и январских лидеров нашей государства. И здесь не отклоняться в какой-то, знаете, реваншизм, не пытаться играть на популистских чувствах, а четко понимать, что вот есть линии соприкосновения, есть мирная жизнь, то, что Лавров еще подчеркнул термин связанность, связанность, вот это важно. И потом уже без излишней политизации мы сможем двигаться дальше. Сергей Лавров в Ереване посоветовал оставить в стороне политику, не политизировать некоторые моменты, а задуматься об экономике. Как вы думаете, там прислушаются? Если захотят выжить, если захотят действительно строить свою жизнь на надежном, на крепком фундаменте, то без этого никак. Но на словах, на агрессии, на каких-то гневных речах, но не построить нормальную повседневную жизнь, которая должна быть обеспечена чем-то. Есть понятие системы жизнеобеспечения, то есть это надо что-то кушать, где-то, так сказать, ходить, вода, еда, какие-то культурные ценности и так далее. То есть есть целый комплекс того, из чего состоит жизнь народа, жизнь людей. Это не только политические бури на улице, и не столько эти бури. Да, действительно, Армения сама себе приносит все беды. Надо посмотреть на то, как сделать жизнь конкретных людей лучше. И вот затем политикам будет будущее, мне кажется, который сможет им дать что-то конкретное, а не просто жгучие какие-то воинственные слова. Говоря о мире в регионе, прежде чтобы все-таки наладить этот мир, установить, необходимо перестать делать опрометчивые заявления. Но со стороны Армении мы их часто слышим, продолжаем слышать. Необходимы конкретные шаги. Азербайджан в этом направлении сделал очередной шаг. Это вернул троих армянских военнослужащих. Такой вот гуманный шаг. В Армении естественно его не оценили. Как сейчас установить этот мир, даже хрупкий, с учетом реваншистских настроений в Армении? Да, я думаю, что надо приветствовать все инициативы Азербайджана связанные с проявлением такой доброй воли. И верно сказали, что надо понимать, что здесь просто есть шаг навстречу вперед к каким-то умиротворению, к какой-то нормализации отношений было с вот этими тремя переданными людьми. И понятно, что в Армении есть разочарование в армянском обществе, есть горечь, есть вот этот гнев. То есть вот такие качества, которые иногда затмевают трезвый разум, трезвый подход к реальной политике. И мне кажется, жизнь скорректирует. так как деваться особо некуда, в том числе и Россия, уверен, подскажет более правильную модель поведения и взаимоотношений для соседних государств. Я думаю, что время все-таки оно будет работать на нормализацию ситуации. Павел Владимирович, последний мой вопрос, он касается предстоящего визита 10-11 мая Сергея Лаврова в Азербайджан. Каковы ожидания? Естественно, будет тема обсуждаться разблокировки коммуникации, но помимо этого ваше мнение? Я уверен, что этот визит пройдет в дружественной атмосфере, что понимание между нашими государствами оно в общем-то есть и только нарастает в сближении по многим стратегическим направлениям. И я не вижу, чтобы азербайджанское руководство действительно было каким-то непримиримым сторонником каких-то агрессивных действий или обострения ситуации. Нет, там есть со стороны президента Азербайджана полное понимание, это мудрый человек, это, на мой взгляд, даже великий дипломат. Я уверен, что будет общий язык, будет продвижение прежде всего по линии действительно разблокировки транспортных связей, по увеличению связанности и взаимодействию, как бы создание транспортного хаба очень важного не только для регионов Закавказья, но и для всех окружающих стран. Спасибо вам большое, что нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Спасибо вам, всего доброго. Я напомню, итоги визита главы МИД России и в Армению нам комментировал российский эксперт, кандидат философских наук Павел Клочков. Между тем, Роберт Кочарян провел сегодня в Ереване предвыборный митинг и тем самым подтвердил свое участие в предстоящих парламентских выборах. У Армении нет будущего с Николом Пашиняном, твердит второй президент Армении и другие оппозиционеры. При этом, не упоминая о том, что такой, какой эта республика стала после обретения независимости, виноваты как раз таки они. Нынешний премьер пришел к власти всего три года назад и довести Армению до катастрофического состояния за столь короткий срок уж точно не успел бы. К другим событиям недели. Радиоканал CBC-FM накануне начал вещание в Карабахе на частоте 102,7 МГц. Теперь в Шуше, Ханкианды, Менгечевире, Евлахе, Ходжалинском, Агдамском, Бординском, Юранбойском, Гюйчайском, Габалинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах круглосуточно доступны новости, аналитические и развлекательные программы на азербайджанском, русском и армянском. Цель – доведение до общественности реалий нашей страны на разных языках. Брифинг оперативного штаба при Кабмине проходил на этой неделе. Ждали его, конечно же, с волнением. Но, как оказалось, напрасно. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране под контролем. Наблюдается положительная динамика. Количество выздоравливающих превышает число новых случаев инфицирования. Но, тем не менее, расслабляться нельзя. Наибольшая заболеваемость в социально-активных возрастных группах – это граждане от 30 до 59 лет. Причем чаще заражаются женщины. Говоря о борьбе с COVID-19, то процесс вакцинации в республике начался 18 января. Получить прививку теперь смогут и граждане, достигшие 18 лет, с завтрашнего дня. Напомню, что карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 июня. Говоря же об ограничениях в предстоящую неделю, то они касаются только приостановления работы общественного транспорта. Почти 90% работников сферы здравоохранения были вакцинированы. В сфере образования мы приближаемся к этой цифре. За последние две недели сокращается количество стационарных больных. Как известно, в мире идет настоящая война за вакцины. Их распределение между странами несправедливое. Благодаря международному авторитету руководства Азербайджана в страну были обеспечены бесперебойные поставки вакцин. За большим беспокойством наблюдаем за темпами распространения инфекции в Индии. Количество заражений и смертей в этой стране растет с каждым днем. Уже официально подтверждено, что в стране зарегистрирована новая мутация вируса. Мутация – это процесс специфичный для вирусов. В Индии не проводятся исследования о том, что могут ли мутации и штаммы усугубить болезнь. Для выявления этого в Азербайджане проводятся испытания. Официально индийский штамм в нашей стране пока не зафиксирован. Продолжается священный месяц Рамазан. Сегодня в Азербайджане последняя ночь Гядр, ночь предопределения, с 9 на 10 мая. Напомню, что ей предшествовали три священные ночи. Первая пришлась на 18 день Рамазана, то есть в ночь на 2 мая. Вторая в ночь на 4 мая, а третья в ночь на 6 мая. Кроме того, сегодня в Азербайджане начались недельные выходные по случаю Дня Победы и предстоящего 13 мая праздника Рамазан. В этот период государственные учреждения и общественный транспорт в стране работать не будут. Выходные продлятся до 16 мая. Это были самые значимые события недели. Мы увидимся вновь в воскресенье, как обычно, в 21.00 на телеканале CBC. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова